Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра! В маленьком племени на юге США, среди высоких деревьев и зеленых просторов, жил простой человек по имени Джейкоб. Он был так же, как и все остальные жители своего племени, трудолюбив, заботлив и уважал традиции своих предков. Каждый день Джейкоб выходил на прогулку в лес, чтобы собирать травы и ягоды, искал рыбу в местной реке и просто любил наслаждаться природой. Однажды, в один из теплых летних дней, когда солнце светило особенно ярко, а птицы весело щебетали, Джейкоб решил немного отвлечься от повседневных дел. Он отправился вглубь леса, вдали от людей и суеты. Там, где природа обнимает человека своим великолепием, он часто находил умиротворение и вдохновение. Пока он шагал по тропинке, вдыхая свежий воздух, его внимание привлекло нечто необычное. Вдали, среди деревьев, он увидел странное движение. Джейкоб насторожился. Присмотревшись, он понял, что это было животное, но какое он не мог сразу определить. С приближением он увидел, что это был лев, и его сердце забилось быстрее. Однако не это было самым странным. Голова льва застряла в большой бочке, словно он искал угощения, но больше не мог выбраться. Сначала Джейкоб почувствовал прилив страха. Он знал, что львы опасные хищники, но в его душе зародилось что-то большее – сострадание. Он не мог оставить бедное существо в такой беде. Несмотря на внутренний страх и предупреждение разума, Джейкоб решился помочь. Осмотревшись вокруг, он нашел несколько крепких веток и использовал их, чтобы создать подобие рычага. Он подходил все ближе к льву, внимательно прислушиваясь к его рычанию и вздохом. Лев, почувствовав приближение человека, начал метаться в панике, но Джейкоб начал говорить с ним тихим, успокаивающим голосом. «Успокойся, друг. Я здесь, чтобы помочь». Опасаясь, что лев может попытаться напасть, он остался на безопасном расстоянии, стараясь не делать резких движений. С каждым словом Джейкоб чувствовал, как страх немного уходит. Лев, будто чувствуя доброту этого человека, стал более спокойным. Джейкоб продолжал работать с рычагом, стараясь вытащить бочку и освободить льва. Каждый раз, прикладывая силу, он слышал, как лев тихо урчит. В глубине души он понимал, что даже в такой критической ситуации среди дикой природы можно найти общность и понимание. После долгих усилий, когда уже казалось, что он не сможет справиться, Джейкоб, несмотря на усталость, собрался с силами и резко потянул за ветку. Бочка, наконец, скользнула вбок, и голова льва освобождается. Лев, поняв, что теперь свободен, немного замялся, и Джейкоб тоже остановился, чтобы не спугнуть его. Лев медленно повернулся, и два взгляда встретились, человеческий и животного. В этот момент между ними возникло удивительное понимание что-то большее, чем просто страх и инстинкт. После нескольких минут молчания лев развернулся и, не проявляя агрессии, потрусил прочь в лес, словно говоря «спасибо». Джейкоб смотрел на него, чувствуя, как сердце наполняется радостью и гордостью. Он знал, что смог преодолеть свои страхи и спасти жизнь. Вернувшись домой, Джейкоб рассказал племени о своем приключении. Некоторые жители были поражены его смелостью, другие же смотрели на него с недоверием. Но для Джейкоба это была не просто история, это был момент истины, когда он понял, что даже в самых опасных ситуациях можно найти возможность для сострадания и взаимопомощи. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.